Профильные департаменты городские власти продолжают следить за строительством детского сада на улице Ташкентской в Самаре. Новый соцобъект возводят с применением современных технологий разделения пространства, так называемых ячеек. В этих помещениях разместят все необходимое, как для детей, так и для воспитателей. Раздевалки, игровые комнаты, столовые, спальни и туалеты. Перемещаться между этажами можно будет как по лестнице, так и на лифте. Кроме того, в помещениях разместят специальный подъемник для подачи еды. Также для каждой ячейки предусмотрены отдельный вход и выход, что облегчит эвакуацию детей-воспитателей в случае чрезвычайной ситуации. Основные работы на объекте сейчас на стадии завершения. Мы заканчиваем сейчас закрывать контур, сразу встаем на утепление, на покраску фасада. Сейчас утепляется кровля, заканчивается на кровле работа. Мы приступили уже к благоустройству, заканчивали внутриплощадочные сети, приступили к планировке уже территории. Сейчас начнем уже новый забор устанавливать, детские беседки. Новый детский сад возводят в рамках национального проекта «Демография». Кроме того, рядом с учреждением в будущем реализуют и другую программу – формирование комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Прилегающий к саду двор благоустроит по подобию остальных городских пространств, которые уже обновили в этом году. Новые парковочные места, свежий асфальт, зеленые насаждения и устройство места отдыха. Здесь всегда будет благоустроенная территория, красивый забор внутри. Все будет хорошо, красиво сделано. Это первое. Чисто визуально. Также, конечно же, этот объект улучшит ситуацию по очередности в детские сады, именно в этом районе, потому что здесь смогут воспитываться более 130 детишек. Строительство всех социальных объектов в области на особом контроле губернатора Дмитрия Азарова. В своих выступлениях глава региона не раз подчеркивал, что жилье в регионе должно строиться параллельно с социальной инфраструктурой – дорогами, детскими садами, школами и другими объектами, необходимыми для комфортного проживания людей. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События. Продолжение следует...